короче говоря если у вас есть вопросы можете задавать сразу не не ждите до конца без проблем я сразу отвечу так будет лучше так и пару слов обо мне значит я работаю на сербе я выбью ащик но в прошлом здесь красная секция есть это системное программирование то есть я занимался все все плюс плюс одну секундочку сессия плюс плюс были интерпретатор языков были эти вирусы программирование smart cards чиповых карт там и так далее так далее вот естественно у меня некий есть опыт по не только боевая собственно чем сегодня пойдет речь если конкретнее то мы будем говорить про наверное для вас больше интересно тот раздел который касается бигдата и бигдата здесь основной доклад не убегать не а бигдата о генетическом алгоритме и эволюционно программирование но он затрагивает и дата потому что эта штука работает как распределенная система она крутит большим количеством данных которые там и об этом расскажу больше так вот поговорим о эволюционных принципах о генетическом алгоритме о развитии искусственного интеллекта один способ развития искусство интеллекта который работает не с нейронными сетями а с немножко другим подход как раз об этом поговорим я покажу демо программ который использует генетический алгоритм расскажу про свои эксперименты и про результаты которые мне получилось который я получил в результате этих экспериментов значит какие у меня цели есть персональная цель. Собственно, мне саму этот research интересен. Я хочу развить комьюнити вокруг проекта и вокруг технического алгоритма и эволюционного программирования. Плюс хочу расширить текущий team, собственно, как программистов, тестеров, кого угодно на самом деле. И по возможности, насколько хватит мощностей создать настолько сложный Artificial Intelligence, как получится. Мы начнем с неких предположений. У нас есть два предположения. Это то, что, в принципе, мы можем получить какой-либо из видов искусственного интеллекта с помощью компьютерной программы. То есть компьютерная программа может себя вести так сложно, как животные, например, в природе, как насекомые, как человек в теории, да, или еще круче. И второе предположение – это то, что этот процесс получения такого искусственного интеллекта, он инкрементарный и долгий. То есть мы потихонечку на каждом шаге имеем более сложную систему, на следующем шаге еще более сложную систему, и так далее, и так далее. Окей, если мы считаем, что эти два предположения у нас истинные, тогда мы можем как бы продолжать дальше. Есть основные понятия эволюционной теории, которые еще Чарльз Дарвин ввез, а это именно – это организмы. Вы можете всегда проводить параллель с биологической эволюцией. И каждый раз, когда я говорю организм, вы можете представлять какой-нибудь организм в природе. Например, мы – это тоже организмы, там, и насекомые, и мыши, и так далее. А если мы говорим про компьютерные модели, а мы будем сегодня говорить именно про них, то здесь организм – это компьютерная программа. То есть можно просто представлять какой-то текст программы. Мутации – это в природе изменение ДНК и, соответственно, изменение генов и, соответственно, изменение наших каких-то атрибутов, например, цвета глаз, формы тела и так далее. В случае компьютерных моделей – это изменение компьютерного кода. Есть отбор – это некая сила незримая, которая умертвляет менее приспособленных и не трогает более приспособленных. Точно так же, если мы говорим про компьютерные программы, то просто удаляются те программы, которые меньше приспособились к компьютерному инварменту, а те, которые лучше приспособились, мы их не трогаем. Хередит – это возможность наследовать атрибуты своим потомкам. Например, если вы в биологической природе, да, то дети похожи на родителей, но они берут что-то от папы, что-то от мамы. И вот эти вот возможности передавать вот эти вот свойства – это как раз есть наследственность. В компьютерных программах то же самое. Мы делаем копию компьютерной программы, мы вносим некоторые мутации, но основная ее часть все-таки похожа на родителя. И вот эти вот три принципа – это основные принципы эволюционной биологии, в частности, которые предложил Чарльз Далвин 150 лет назад. А ген – это основная единичка, которая кодирует какой-то признак, один или несколько. В случае природы понятно, то тот же цвет глаз, который приводил в пример, или форма тела, или сила ваших мышц и так далее. На самом деле огромное количество признаков. В случае компьютерной, в случае компьютерных моделей – это у нас базовый элемент языка. Например, переменная функция, цикл, условия, все, что язык поддерживает на самом деле. Кроссовер – это возможность смешивать генетический материал. То есть мы можем взять две программы компьютерные, смешать их каким-то образом, получить третью программу, которая будет похожа и на первую, и на вторую. Причем задача достаточно нетривиальная в этом случае. И предпоследняя фитнес-функция – это некий механизм, которым мы определяем адаптацию. То есть насколько конкретный организм, насколько конкретная программа адаптировалась к текущим условиям. По сути, это число. То есть есть range целых чисел от нуля до, в принципе, сколько у нас там влезет. Это число определяет, сколько текущий организм хорош, скажем так. И популяция – это просто множество организмов, которые где-то у нас живут в памяти компьютера. Мы сейчас об этом поговорим во всем более детальный. Окей, если в двух словах про генетический алгоритм. Генетический алгоритм – это, собственно, алгоритм поиска. Это алгоритм, который среди огромного количества решений находит одно наиболее оптимальное или несколько оптимальных. На самом деле он скачет между этими решениями, и на каждом этапе он выбирает все лучшее, 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 если это возможно, конечно же. То есть для задач, которые содержат небольшое количество решений, этот алгоритм совершенно не подходит. В нашем случае, если мы говорим про создание искусственного интеллекта, вот здесь как раз этот алгоритм, как показала нам природа, хорошо работает, и мы можем инкрементарно увеличивать комплексити, например, увеличивать адаптации для конкретных каких-то условий. И то же самое мы будем делать для наших компьютерных программ. Окей, например, пример того, как работает генетический алгоритм. Вы слева можете видеть картинку Чарла Дарвина, то есть это просто какой-то gph-файл, а справа вы видите какой-то промежуточный вариант работы генетического алгоритма. То есть все, что может эта программа, она может нарисовать кружочек определенного диаметра с определенным цветом, определенной позицией. Собственно, она так и делает, но просто рандомно начинает выставлять эти кружочки, и фитнес-функция говорит программе, что вот этот кружочек, он чуть-чуть увеличил схожесть текущей картинки с реальной картинкой Дарвина. И таким образом отбираются те правильные, так скажем, расположения этих кружочков с их радиусом и цветом, и откидываются неправильно. Вот вы видите, что уже там нарисованы 256 кружочков разного диаметра, и уже на этом этапе мы имеем плюс-минус похожий вариант картинки. Там на самом деле будет еще много примеров, я расскажу более детально. Если говорить с точки зрения программиста, то этот алгоритм можно запрограммировать. Он достаточно простой, в принципе, хотя за этим стоит много интересных решений, но об этом чуть-чуть тоже позже, в частности там мультипоточность есть, вот распределенная система и так далее. Значит, вначале мы генерируем огромное количество наших решений. Вот когда я говорю решение, вы можете понимать это как организм, то есть организм и решение это, в сути, знак равно можно поставить между ними. То есть мы генерируем для нашей задачи какое-то огромное количество решений, конечное причем, и мы их подсчитываем. То есть мы берем фитнес-функцию и ранжируем их, смотрим, что вот это решение у нас, там оценку выставляем. Вот это, например, там 10, это 12, это 17, ну и так далее. Получаем такой, сортируем их от меньшего к большему. Потом заходим в цикл и проверяем выполненные условия. Условия, в принципе, может быть разные. Может быть, например, конечное время, за которое мы все это выполняем, или, например, достигнуто ли оптимальное решение. На самом деле любое. Дальше мы выбираем несколько организмов для формирования следующей популяции. Грубо говоря, это мама и папа. Причем мы, вероятно, выбираем самые успешные организмы. Не самые успешные по факту, то есть берем два самых топовых. А мы, называется колесо фортуны, мы наносим в процентном соотношении на такое колесо все вот эти вот значения от фитнес-функций. Крутим его, получаем первый раз папу, крутим его еще раз, получаем маму. И таким образом мы с большей вероятностью будем получать самые топовые организмы и с меньшей менее приспособленные. Рекомбинируем их генетический материал, в данном случае это компьютерные две программы. Я сейчас все это буду показывать. Это буквально еще последний слайд по теории. То есть рекомбинируем их генетический материал, немного мутируем и снова и добавляем в популяцию. У нас получается старая популяция старых организмов плюс тех, что родились. И таким образом мы снова пересчитываем эту всю популяцию. Если там есть, ну а там по-любому есть самые слабые, мы их удаляем. И вот этот процесс, если мы зациклим, то мы получаем в перспективе на каждый момент времени у нас вся популяция начинает усложняться, начинает быть, ну начинает более быть адаптирована к тем условиям, которые мы себе там придумали в нашей программе. Окей, сейчас будет видео, в котором... вообще есть вопросы на текущий момент? Слышно? Так молчат, тихо. Окей, раз кто-то ответил, значит слышно, видно. Хорошо, если нет вопросов, два слова про это видео. Значит, представьте, что вы хотите сделать мотоцикл. мотоцикл с помощью генетического алгоритма. Все, что вы можете делать, то есть ваша программа, она не знает, как выглядит мотоцикл, не знает ничего про аэродинамику мотоцикла, она вообще ничего не знает. И вы знаете, что у вас есть простые строительные блоки. Это треугольники и круги. Причем есть два вида круга. Один круг может крутиться, а другой круг, ну просто, просто круг. Вот. И вы можете соединять эти треугольники как между собой, так и между кругами. То есть, можете круг к треугольнику присоединить треугольник к треугольнику и так далее. И здесь будет, вот сейчас я включу видео, здесь будет такая дорожка, здесь двухмерная плоскость, трехмерное пространство, и мотоциклы будут ехать слева направо. И вот те мотоциклы, которые едут дальше, это самые продвинутые мотоциклы будут. На их основе мы будем создавать следующую популяцию, потом снова запускать весь симулятор, смотреть, какие из тех новых мотоциклов проедут еще дальше и так далее. И на каждой итерации мы будем получать все лучшие и лучшие формы мотоцикла. Вы сейчас увидите, как это работает. То есть, начиная с того, что мы просто генерируем какой-то бред, вот у одного случайно появляется колесо, которое крутится. Он перевернулся, далеко не уехал. На его основе создается вторая популяция, причем, заметьте, третье колесо сверху, оно ни на что не влияет. Вот здесь следующая популяция, когда у нас уже перемычка чуть выше стоит. И заметьте, переднее колесо не крутится, оно черное. Заднее колесо только крутится, именно поэтому он не может преодолеть вот эти вот самые высокие пики. Вот следующая версия, точно так же с одним крутящимся колесом не может забраться. Следующая версия, вот вы видите, что подъезжает наиболее продвинутая, потому что оба колеса крутятся и перемычка находится практически посередине. И какой-то один из них выигрывает. То есть, что мы получили? Это, разумеется, ускоренная версия. То есть, я не показывал здесь промежуточные результаты. Вы, кстати, можете зайти на вот этот сайт boxcard2d.com и сами сделать свои эксперименты. Там есть разные параметры, можно получить разные результаты. Вы видите, как будут сформироваться такие машинки или мотоциклы. И то, что мы получили, вы видите, что мы получили двухколесное какое-то средство. Оба колеса здесь крутятся. И вот если вы посмотрите на перемычку, она сделана из нескольких треугольников. И здесь важно то, что она плюс-минус симметрична. То есть, если вся эта конструкция перевернется, мотоцикл все равно будет продолжать движение. Это очень важно, потому что там были на начальном этапе эволюции, у нас были мотоциклы, которые переворачивались, и все. Он дальше не мог ехать, потому что колеса не касались земли. Таким образом, это один из простых примеров, как работает генетический алгоритм на конкретных задачах. Здесь будет еще одно видео. Нужно немножко пояснить, что здесь будет. В 1996 году некий ученый Карл Симс, он также был еще творческой личностью. Он занимался тем, что на суперкомпьютере того времени он генерировал виртуальных животных. Точнее, не самих виртуальных животных, а движения виртуальных животных. Эти животные состояли из трехмерных прямоугольников, и между ними была незримая мышца, которая могла сокращаться и растягиваться. Это все. И разные комбинации из таких вот фигурок могли давать интересные формы движения. Задачи у него были следующие. Например, сдвинуться, перейти от точки А к точке Б, проплыть под водой, например, от точки А к точке Б, двигаться по кругу, там сражаться за куб, ну и так далее. Вы сейчас все это увидите. Я, правда, не знаю, будет ли слышно вам звук. Ну, если что, я буду комментировать, если звука не будет. Ну, вот звук пошел. У вас есть звук, скажите мне? Был звук? Не, 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 окей, я буду комментировать. Значит, сейчас происходит действие под водой. И вот те животные, которые вы видите, это результат, это эволюционный результат без промежуточных результатов. Они научились двигаться под водой. В данном случае мы видим разные, разные варианты, что, вот, кстати, на змею похоже, здесь тоже. И вы видите, что это очень, очень похоже на то, что природа нам подарила, да? Вот здесь есть одновременно, ну, это группа, группа животных. Здесь уже поверхность Земли с какой-то там формой гравитации. Здесь нужно было двигаться по кругу. Здесь нужно было двигаться от точки А к точке Б. Я так понимаю, чем быстрее, тем лучше. Да, вот интересно, какие-то шагообразные здесь движения. Окей, здесь тоже по кругу. Ага, здесь тоже круг. Вот это интересно. Это животное вначале эволюционировало, чтобы плавать под водой, и потом его поместили на сушу, и оно эволюционировало, чтобы двигаться на сушу. То есть вы видите, что там есть некий... Ага, здесь движение тоже по суше. Вот здесь вы видите, что галоп эволюционировал только трехногие, если так можно сказать. Это эволюция прыжков. То, как они придумывали прыжки. Это нужно следовать красной точке. То есть пользователь выбирает мышкой позицию, и организмы должны двигаться именно в ту сторону. Ну, и происходит все под водой, вы понимаете. Все вообще, что непонятное. Но, тем не менее, оно научилось двигаться. Вот здесь интересно, что эволюционировал пропеллер. И интерес здесь в том, что мы его изобрели искусственно, а машина в данном случае точно так же его сама изобрела. Здесь соревнование заключается в том, что тот, кто ближе к кубу, тот выигрывает. И интерес здесь представляется в том, что эволюция поведения вот этих виртуальных животных, она зависит от оппонента напрямую. Вот. И... То есть вот здесь, например, один блокирует другого и не дает ему подойти ближе. Но, например, тот второй научился залазить сверху и, соответственно, выигрывать. Соответственно, очень зависит... Да, вот он его снова блокирует. Если ты закрываешь руками, то ты тоже выигруешь. Хоп. Взбиваешь чужую-чужую руку. Тут как раз он сейчас говорит, что эволюция того, как эта штука начинает себя вести, зависит полностью от оппонента. Если два одинаковых, то точно так же кто-то из них в конечном итоге выиграет. Ну и так далее. То есть, по сути, дальше будут похожие ролики. Окей. На текущий момент есть вопросы? Окей. Если нет, то тогда продолжаем. Значит, если говорить о реальных продуктах, которые были получены с использованием генетического алгоритма, то есть несколько примеров. Самые яркие, наверное, это вот те два, которые я здесь показываю. Слева вы видите картинку. Это антенна NASA, которая в 2006 году была действительно отправлена в космос на одном из спутников. Интерес здесь в том, что в космосе совсем другое, другой environment. Там много радиации, там нет воздушной прослойки на Земле, там нет магнитного поля. В общем, совершенно другой environment, и передача сигнала там несколько затруднена. Чтобы побороть, в частности, радиацию, инженерами предоставлялись различные формы такой антенны, которая бы передавала сигнал... Предоставлялись разные формы такой антенны, с разного материала и так далее. Изогнутость вот эта вся, как оказалось, имеет смысл. И эту задачу также решал генетический алгоритм. То есть был некий эмулятор космического пространства на компьютере, и он подбирал поэтапно материал, форму антенны и так далее, и другие параметры. И оказалось, что генетический алгоритм справился в этом случае лучше, чем человек. И именно такую форму изготовили на заводе, установили... Ну, проверили, разумеется, установили на спутник и запустили в космос. Вы можете найти этот пример на Википедии. Если вы введете Genetical Algorithm, то как раз вот на английской версии Википедии, то как раз вы увидите описание вот этого примера ввода деталей. Справа это система линз. Эта штука используется, по сути, во всех фотоаппаратах. Везде, где есть телескопы, везде, где есть линзы. И проблема здесь состояла в том, что создать систему, которая на выходе вам даст хорошую картинку, правильные цвета, там материалы должны быть недорогие, ну и так далее, это не настолько тривиальная задача, как оказалось. Потому что вы можете выбирать разные размеры этих линз, разный материал, вот эта скругленность, выпуклость, выпуклость, расстояние между ними и так далее. И это все влияет на параметры, которые вы получаете на выходе. И точно так же эту задачу дали генетическому алгоритму, и точно так же он подобрал наиболее оптимальный вариант. В данном случае вот тот вариант, который вы сейчас видите, это я взял скриншот с одной из научных работ по этой теме. И точно так же машина подобрала нам оптимальный вариант таких линз. Значит, пару слов о моих экспериментах в этой области. Значит, у меня есть проект, который называется J.Evo. J это Julia, это язык, на котором там все было написано, а Evo это Evolution. Он выложен на GitHub, там в конце будут ссылки, вы сможете сделать спринтскрин, если кому-то интересно. Значит, суть этого проекта в том, что внутри компьютера происходит эволюция компьютерных программ. Они развиваются, усложняются, охотятся. Я сейчас покажу видео, вы поймете, о чем идет речь. Точно так же, как в природе, только несколько в упрощенном виде. Значит, из чего состоит такая система? Такая система состоит из блока памяти, размер которого мы задаем через конфигурацию. То есть, по сути, они живут в двухмерном мире, как минимум на текущий момент двухмерный мир. Я планирую сделать его еще трехмерным. Каждая точка в такой памяти что-то означает. На текущий момент есть только три состояния. Это пусто, ничего. То есть, черная точка, это просто пусто, там ничего нет. А точка с каким-то цветом, это может быть два варианта. Либо это еда, то есть, какой-то энергетический блок. Либо это организм. И вот вы видите, digital organism, справа такой кружочек. Это, собственно, реально, что из себя организм представляет. Это какой-то кусок кода, который выполняет все его поведение, по сути. И есть специальный виртуальный процессор, который ведет себя точно так же, как процессор в компьютере, который переключается между средами. У меня есть виртуальные среды. Каждый сред, по сути, это отдельный организм. Он живет независимо. И такой виртуальный процессор переключается между кодом этих виртуальных средов и таким образом выполняет их всех одновременно. То есть, получается такая псевдо-параллельница. То есть, мы можем вносить в код таких организмов мутации, система вносит мутации. Там есть разные способы, как это делается. Периодически, либо при клонировании. Там мы тоже можем с помощью конфигурации задавать. Мы можем клонировать. Они могут клонировать себя, соответственно, получать своих потомков, вносить туда некоторые мутации. Таким образом, у нас один из тех основных принципов наследственности срабатывал. У них у каждого есть количество энергии, которое они находят в этой памяти. То есть, они съедают зелененький энергетический блок или съедают своего оппонента. И таким образом они развиваются. У них есть позиция. Просто координаты x и y в этой памяти. У них есть внутренняя память, которую они могут записывать, какие-то данные считывать, какие-то данные. И у них есть, собственно, возможность менять свой код. Собственно, мутация-то и есть изменение своего кода. Из чего этот код состоит? На текущий момент достаточно немного элементов, из чего состоит этот код. Это переменные пяти типов. Это функции. Это условия. В смысле, оператор if, если грубо. Это циклы. Оператор for на текущий момент. Это несколько гневматических операций. Это возможность посмотреть в точку с определенной координатой. Это возможность сделать шаг вверх-вниз, вправо-влево. И возможность откусить кусочек сверху, снизу, справа или слева. И вся эта система, по сути, живет внутри одного так называемого менеджера. Или его можно назвать instance. Физически это процесс, в котором как раз работает этот виртуальный процессор. Он переключается между кодом всех организмов. И вся эта система внутри работы. К такому процессору можете подключиться с помощью терминала. По сути, все происходит через интернет. То есть, вы удаленно, как администратор, подключаетесь. Вводите какие-то команды, получаете какие-то ответы. И, соответственно, можете следить за системой, что она там делает. Есть некий визуализатор. Такое маленькое видео окошко, в котором отображено в реальном времени, вот как они там двигаются, как они там охотятся. Можете просто наблюдать. Точно так же, как мы наблюдаем там за насекомыми. И система собирает огромное количество статистики. Потому что на основе этой статистики я плюс-минус понимаю тенденции, которые я покажу вам в графике в конце. И по этим тенденциям можем определять, что с популяцией в принципе происходит. Окей. Теперь, наверное, самая интересная для вас часть. Это кластер. В версии 0.1 я еще его не дописал. Но суть в том, что кластер будет работать следующим образом. У нас будет большая карта. И чем больше наша будет карта, тем больше машин будет задействовано в вычислении всей этой системы, тем больше карту мы сможем обрабатывать. То есть, грубо говоря, мы добавляем новый процессор, который может быть на удаленной машине, либо на локальной машине. Этот процессор вычисляет часть карты, где живут, какая-то часть организма. И таким образом мы можем, просто увеличивая количество процессоров, мы можем увеличивать карту просто до бесконечности. И, да, соответственно, все они связаны между собой через интернет. И организмы могут путешествовать из, например, одного инстанса, из одного менеджера в другой менеджер, физически перемещаясь. То есть, он дошел к левой стенке, там, уперся в нее, переместился дальше. А сейчас будет видео, я просто покажу, как это примерно работает. Окей, пару слов о языке программирования. Здесь кто-то есть, кто вообще слышал об этом языке хоть что-то. Язык называется Джулия. Молчок. Я понял. Язык действительно не очень популярный. О нем мало кто знает. На киевском антивикенде поднял руку один человек. Это динамический high-level язык, который, в принципе, задумывался как language for scientific research. То есть, это язык для различных исследований и науки, по сути. Но, на самом деле, это язык общего назначения, у которого есть очень важные особенности, о которых мы сейчас поговорим. Част-то, performance, там, отличный модуль для работы с сетью, вот, как раз распределенные вычисления и так далее. Вот, в 2012 году трое ребят из MIT начали его писать, и сейчас они создали отдельную компанию, называется Julia Computing, и, собственно, занимаются продвижением этого языка. Что конкретно там есть? Green Threads, это как раз вот эти вот виртуальные потоки, это не то же самое, что системные потоки, которые при переключении на каждый поток процессор все-таки занимает некоторое время. Здесь как раз-то и проблемы нет. Именно из-за этого мы можем создавать реально огромное количество потоков в системе. Собственно, что мы и делаем, что каждый организм живет в своем отдельном потоке. В других языках эта штука называется Cortines, или, действительно, Green Threads, или Virtual Threads, как угодно. Вот. Я уже сказал, что есть отдельный модуль для работы с сетью, очень удобный, и, собственно, именно с помощью него мне пришлось написать свой... свой WebSocket, по сути, с помощью TCP-протокола, для того, чтобы данные между этими инстансами передавались очень быстро. Есть отдельный раздел метапрограмминга. Что это такое? Это возможность менять свой код, не останавливая программу. То есть вы можете в реальном времени внутри самой программы менять себя же. Вот. Перекомпилировать, получать машинный код и запускать его сразу. Это важно, потому что все эти мутации, которые мы вносим в код организмов, они вносятся в реальном времени. Performance. Это тоже важная штука. Отличительной особенностью языка является то, что он, вероятно, быстрый. Он, по сути, чуть-чуть уступает языку C. И по скорости, если верить официальным бенчмаркам, вы понимаете, что такое официальные бенчмарки, но, тем не менее, они обгоняют всех и Java, и Internet, и C++, и JavaScript, и Python. По сути, все основные языки, которые есть сегодня на рынке. LLVM, это, по сути, возможность запускать на разных платформах. То есть я пробовал это Windows, Ubuntu и MacOS. В принципе, везде оно работает. Вот. Теперь к реальности подойдем. То есть как это все выглядит. Это скриншот просто реально рабочей системы. Справа вверху вы видите некий визуализатор, про который я уже немножко рассказывал. Это окошко, в котором мы видим, что там происходит. Сейчас как раз про него будет видео. Вот эти вот зеленые точки, вот здесь разбросанные, это, по сути, еда. Это энергетический блок, который можно съесть. Вот эти розовые, да, это розовые точечки, это цифровые организмы, которые эволюционируют, они что-то делают. Здесь статическая картинка. На самом деле они убегают за этими зелеными точками, едят их и возвращаются в свою популяцию. Здесь сверху слева это сервер. В данном случае он там пишет, какие-то мейкапы создает, какие-то клиенты к нему подключаются и так далее. Но это все на Localhost я пробовал себя дома. Вот это окошко, это удаленный терминал, о котором я точно так же рассказывал. У нас есть целая опишка команд, которую можете вводить. Например, в данном случае здесь две команды. Видно, что выполнялось. Взять общее количество организма, которое есть в системе, 457, и взять там лучшие три. И вот кусочек кода от первого организма мы здесь можем увидеть в логе. Вот, так это все работает. На самом деле там еще есть модуль статистики, там еще есть другие модули, но это уже не столь важно сейчас. А теперь давайте посмотрим на видео. Буквально пару слов. Вы видите, что здесь на этом скриншоте есть такие три области. Изначально, как работает система? Изначально генерируется, просто случайным образом наносится на карту зеленой точки еда, которую можно есть, и случайным образом наносится пустой организм. Они начинаются, собственно, с этого момента эволюции. И вот в данном случае видно, что вот есть черные проеденные области. Это связано с тем, что у них эволюционируют определенные алгоритмы движения по определенным таким траекториям. И таким образом они выедают, можно сказать, такие треки. Таким образом получаются такие интересные закономерности. Ну, сейчас мы, в принципе, увидим. Здесь будет увеличение. Вы можете увидеть, что вот, например, здесь, здесь, здесь. Вот как раз происходит какое-то движение. Они там бегают. Вот здесь некоторые охотятся. Они вот ищут эти самые зеленые точки, чтобы их съесть. Вот. Вот обратите внимание, это правый верхний угол. То есть то, что в реальности происходит. Они достаточно быстро научились передвигаться. Они между собой обмениваются минимальной информацией. Вот. Можете обратить внимание, что здесь все слева, точнее справа внизу, все выеден. Сейчас будет пример того, как съедается один энергетический блок. То есть вам нужно понимать, что я не учил их, как это делать. То есть эта система сама стабилизируется, то есть сама себя дописывает, сама развивает сложность их поведения. В частности, вот они двигаются хитрым образом. Вот, съел, убежал. И все, что делает оператор, он, по сути, наблюдает сбоку. На самом деле, он, конечно, может вклиниваться в систему, он может менять различные параметры. Это вполне возможно. Но, тем не менее, мы наблюдаем с этим, как система сама работает. Сейчас будет второе видео. Второе видео покажет, как эволюцию кооперации, примитивной кооперации. Она вначале будет ускорена, а потом увеличена. Давайте посмотрим. Вот здесь видно, что есть несколько популяций. В частности, вот группы организма здесь, 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 сверху. И когда они бегут, они, по сути, выедают такой длинный коридор из этой всей энергии зеленой, которая там есть. Давайте посмотрим в увеличенном виде. Если вам видно, вот здесь есть две группы. Вот здесь слева одна и одна справа. Важно сказать, что эти организмы – это родственники. Из-за того, что они родственники, у них похожие алгоритмы движения. И первые съедают часть энергии, оставляют тем, что сзади, и сзади как бы доедают. И вот после них остается такая проеденная полоска. Второе, они поняли, что когда мы двигаемся по диагонали, мы двигаемся наиболее, это будет наиболее длинный путь, соответственно, мы с большей вероятностью встретим какой-то энергетический блок на своем пути. То есть двигаться влево до конца, или вправо до конца, или вверх, или вниз, менее выгодно, чем двигаться по диагонали. Теперь, если мы рассмотрим эволюцию кода, который эволюционировал за 7 дней запуска системы, ну там плюс-минус, я думаю, от 5 до 7 дней, потому что там свет вырубали и так далее. Начинали мы с пустой функций. То есть в данном случае это код самого первого организма. Кстати, лука, кто знает, что такое лука? Это не библейный лука, это из эволюционной биологии лука. То есть Last Unified Common Ancestor – это самый последний, точнее, не последний, это первый репликант, который в теории на Земле появился, от которого, собственно, стартует вся биология, все живое на нашей планете, и мы в том числе. И в данном случае, если рассматривать в разрезе компьютерного кода, то мы имеем такую луку, вот как раз-то пустая функция. С этого все начиналось. Понятное дело, что такой организм, он ничего не умеет делать, он просто находится в какой-то одной точке, и, собственно, так и умирает, если ничего больше не происходит. И на начальном этапе их умирает просто огромное количество. Дальше, здесь разница между вот этими двумя организмами примерно около 3000 поколений. То есть я просто выбирал у себя из лога, ну, там примерно по 3000 и вставлял в слайд. То есть в данном случае вы видите, что произошло как минимум 3 успешных мутации. Первая мутация – это создание какой-то переменной, которая равна 89. Дальше этот организм делает шаг влево, и дальше он слева съедает. То есть, по сути, он двигается влево и перед собой ест. Причем откусывает он именно столько, чему равна переменная ВАР-26. Это достаточно эволюционно выгодное изменение, потому что те организмы, которые съедают энергию, у них становится больше энергии, и репродуктивный успех у них увеличивается значительно перед теми, кто ничего не делает, перед такими просто пустыми стоящими. Следующие мутации, которые произошли, вы видите, что это дальний родственник, вот этот вот третий организм, дальний родственник второго. У него точно так же есть переменная с значением 89. И здесь интересно то, что он уже ест в два раза больше. То есть, мало того, что он прибавил себя же, то есть он с помощью оператора плюс увеличил свое значение, по сути, в два раза, так он еще и откусывает в два раза больше. Таким образом, этот алгоритм еще более выгодный, потому что он найдет в конечном итоге больше энергии, и, соответственно, он будет как бы альфа-самцом в своей популяции. Ну, на самом деле, и все его родственники тоже. Значит, следующее эволюционное преимущество, которое появилось, это движение в другую сторону. Они двигались вправо. Вот два оператора движения вправо. И они поняли, что если откусывать не только спереди, но и сверху, снизу, справа и слева, то это более выгодно, чем, например, просто кусать перед собой. И таким образом, вот вы видите сейчас, выделено коричневым цветом, это как раз операции по откусыванию с разных сторон. И вы можете заметить также, что снова у нас наша переменная 26, она снова здесь присутствует. То есть это точно так же родственник того самого первого организма. Дальше все еще усложнилось. То есть они изобрели диагональное движение. Диагональное движение дает преимущество в продолжительности. Оно длиннее, чем любое из движений вправо или влево. Причем вот здесь диагонали как раз это шаг влево и шаг вниз. Нужно понимать, что вот этот код, он крутится в цикле. То есть он просто все время выполняется. Соответственно, каждый раз мы делаем влево, вниз, влево, вниз, влево, вниз. Таким образом, мы двигаемся по диагонали. Справа верхнего угла в левый нижний. А здесь также появился впервые цикл, но этот цикл ничего не дает. В данном случае он просто, это мусор, генетический мусор. Потому что мы двигаемся вправо и влево, мы не смещаемся с текущей позиции никак. Остальные операторы это операторы еды. В данном случае можно отметить, что вместо плюса теперь у нас здесь умножить. И таким образом мы откусываем еще больше. Потому что 89 плюс 89, это явно меньше, чем 89 умножить на 89. Окей. Разумеется, что на этом все не остановилось. И начали появляться еще интересные адаптации. Значит, вот этот маленький график, который вы видите с зеленым началом и красным концом, это траектория движения вот этого следующего организма в этой популяции. Если зациклить такой процесс, то вся эта штука, она будет двигаться вот такими полукругами в правый нижний угол. То есть первое, что мы можем здесь заметить, это движение по диагонали. Второе, что уже сканируется намного больший путь на каждом этапе. То есть такой организм проест, как бы, грубо говоря, такой небольшой коридорчик. И таким образом он найдет, скорее всего, больше энергии и больше съезд, соответственно, будет более успешным. Здесь впервые начинают использоваться функции. Я расскажу немножко в следующем слайде, почему это выгодно. Здесь есть функция номер 63, и она как раз вот здесь вызывается. И из интересного я заметил, что в этой строке есть ошибка. То есть переменная 66, она нигде не определена. Это как раз пример того, как в кеноме могут возникать ошибки. В данном случае эта ошибка ни на что не влияет, потому что, когда интерпретатор выполняет эту строчку, просто генерируется exception, и все начинается заново. То есть мы начинаем выполнять этот код заново, и таким образом каждый раз выполняется exception. Но так как основное тело, основная логика не задета, то он вполне себе может жить с этим exception. Важно еще сказать, что чем больше код, тем больше энергии забирается. То есть чем больше они должны ее находить. Соответственно, есть некий баланс между тем, насколько они развиваются, и насколько большой может быть код. Именно поэтому использование функции в частности оправдан. Это последний слайд с тем... На самом деле это не конец, то что реально у меня есть, но это просто больше я не могу всунуть в один слайд. Здесь есть три столбца, вы видите, вот это основной код. Вот эти два столбца это две функции, функция func80 и func63. И из интересного, здесь вы можете увидеть, что примерно половина кода отвечает за движение, примерно половина кода отвечает за еду. И уже на этом этапе вы видите активное использование функций. Почему это выгодно? Потому что когда мы в одну функцию вложим какую-то логику, или в две функции вложим какие-то логики, потом их много раз вызываем, то мы усложняем... Во-первых, мы укорачиваем код по размеру, то есть количество строк кода такого будет меньше. А во-вторых, мы усложняем поведение таким образом. Вы видите, что уже вызовов здесь очень много. То есть 63-я функция вызывается, ему сказать, 4 раза, и 2 раза вызывается 80-я функция. И если мы посмотрим на реальную траекторию движения вот такого организма, вот это как двигается 80-я функция, вот это как двигается 63-я функция, а вот это как финальный организм двигается, который вызывает и 80-ю, и 63-ю функцию. Вот здесь интересно то, что начинаем мы с зеленого блока, поднимаемся вверх, потом пускаемся вниз, и мы, получается, останавливаемся на одну точку вправо вниз. Соответственно, остаются диагональные движения. То есть вся вот эта конструкция, весь этот организм, он будет двигаться вот так вот вправо вниз. Соответственно, таким образом он будет выедать такой огромный коридор. Скорее всего, он потом будет съедать все на своем пути. То есть это еще более продвинутый алгоритм в их популяции на тот момент. Соответственно, если мы подведем итоги, например, возьмем только особенности их движения, то мы начинали с чего? Что была одна точка, шаг влево, потом было два шага вправо, потом они изобрели диагональ, потом они изобрели такое более сложное движение по полукругу. Дальше мы только что рассматривали такое еще более сложное движение. И на самом деле дальше движение только усложнялось, и уже начали появляться там условные операторы, то есть двигаться, если что-то произошло и так далее. То есть уже на этом этапе мы можем видеть, каким образом сложное поведение и сложные системы могут развиваться в таком даже простом инвайрменте. Пару слов про данные. Собственно, какие данные у меня были. Каждые примерно 5 секунд система делала срез данных, срез по всей популяции. То есть у меня сохранялся код каждого. На самом деле я рассматривал только топовые организмы. Код топовых организмов. Я рассматривал, сколько их популяции, сколько у каждого энергии, и так далее. Там есть огромное количество параметров, которые собираются в этот лог. Лог представляет себя JSON, и примерно у меня его... Вы видите, что здесь популяция жила 1 миллион поколений вымерла. То есть вот это вот по иксу, и это, по сути, возраст популяции. По игреку это значение код определенного параметра. В данном случае синий график это то, как они двигались, то, как часто в их коде появлялась функция движения. И красный график это то, как они ели. И вы видите, что эти оба графика, вот здесь есть среднее значение, вот здесь красная кривая и синяя кривая, вы видите, что среднее значение все время растет. Это очень важно. Нужно также сказать, что вот здесь вот last judgment, судный день, здесь вся популяция умерла, и вот здесь началась другая популяция. Здесь кусочки есть. И важно понимать, что комплексити вот этой всей системы, оно потихонечку-потихонечку росло. Также можно сделать вывод, что по сути движение для них в данной системе это еда. То есть еда равно движение. Если ты не двигаешься, ты скорее всего не ешь. Следующий интересный график это то, как они начали использовать функции, как они догадались, что функции в коде использовать выгодно, и что функции оптимизируют код. И мы тоже можем наблюдать, что вот все начиналось с нуля, и потихонечку-потихонечку синий график это, сколько функций физически объявлено в коде, а красные это сколько они вызываются. Вы видите, что опять же оба графика потихонечку растут. Здесь кривая идет вниз из-за того, что вся популяция умерла, поэтому кривая здесь загибается немножко как сверху красная, так и снизу синий. Но на самом деле общий тренд, он идет вверх все время. То же самое для операторов цикла и операторов условия. Оператор цикла это точно такой же способ оптимизации своего кода, потому что таким образом мы получаем меньшее количество строк. А оператор условный if это, собственно, уже сложное поведение. То есть если то, то делать то, если там здесь точка, то побежать туда, ну и так далее. Важно здесь также понимать, что здесь тоже все растет. То есть все графики увеличивают свои значения. То есть мы используем больше операторов if в коде, мы используем больше операторов for в коде и так далее. Get Energy и Memorated это, в принципе, такие же параметры. Get Energy это, по сути, примитивное зрение. Это означает, что они использовали эту функцию для того, чтобы посмотреть, что в конкретной точке находится. И из этого, по сути, вот из Get Energy может развиться примитивное зрение. Для этого немножко нужно дольше подождать, скажем так. Memory Reading это использование внутренней памяти. То есть, по сути, возможность помнить предыдущее состояние. Это очень важная штука. Здесь тоже интересно, что красный график, он все-таки потихонечку растет. Чем старше популяция, тем больше они начинают пользоваться этой памятью. Причем вначале они пользуются просто хаотично. Непонятно, что туда записывают, непонятно, что оттуда считают. И потихонечку-потихонечку это должно стабилизироваться. Окей, какие есть проблемы? Проблем на самом деле много. И основная проблема – это performance. Performance такой системы. То есть, чем больше у нас, как я уже сказал, чем больше у нас процессор воздействовано для вычисления всей нашей большой карты, тем лучше. И работает все-таки эта штука очень медленно. Мне понадобилось 7 дней на моем домашнем компьютере, чтобы получить хотя бы какие-то примитивные результаты. Ну, то, что вы сегодня видели. Есть проблемы с network speed. Именно поэтому мне приходилось писать свой протокол для передачи данных, который очень оптимизирован по скорости. Ну, это не столь важно. Да, пришлось использовать OpenGL для визуализатора, потому что конвасы стандартные под Ubuntu и под Windows, они работают значительно медленнее, чем этого хотелось бы. Есть проблема с compilation speed в real-time, но это, походу, никак не зафиксуется, потому что это к разработчикам языка, и только воркараунды мы можем использовать для решения таких проблем. И самая также вторая по сложности, ну, собственно, она связана с перформансом, это то, что получение реально сложного поведения и получение хоть какого-либо, если так можно назвать, примитивной формы искусственного интеллекта – это очень затратная задача, и она очень медленно. То есть эта штука работает, поведение усложняется, но очень много нужно ждать. Природой на это ушло 4,3 миллиарда лет, как минимум на нашей планете, да, и то, что мы сейчас имеем, все-таки мы ждали долго. В случае с компьютеров мы располагаем намного меньшими мощностями, и вот такая распределенная система в теории может теоретически дать там уровень насекомых, я так подозреваю, если, например, там все компьютеры на сортсерве включить. Это некие проблемы по самому языку. Он еще достаточно молод, и там есть свои проблемы, как у любого молодого продукта. Я, в частности, сам участвую в посту, они постоянно бах разработчикам, у них открытый проект на гитхабе, и это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. До версии буквально 0.5 у них еще не было дебаггера, и это было очень весело, находили ошибки в таком коде. И количество библиотек, я бы сказал, что среднее. Небольшое, а среднее, потому что, опять же, контрибьюторов там всего лишь 40, и это как с Node.js. То есть пока он был сырой, серьезный проект на нем писать не получилось. Но, тем не менее, он очень хорошо подходит для данной задачи. Какие есть планы? Во-первых, реализовать и выпустить первую версию с DTPUT SYSTEM, попробовать это все распределить на несколько процессоров, посмотреть, что из этого выйдет. Мне нужно будет реализовать как раз тот самый кроссовер. Сейчас это все работает только на основе мутации. Это достаточно долгий эволюционный путь, и буквально секс не изобретен только у одноклеточных, насколько я знаю, в биологической природе. Кроссовер подразумевает как раз смешивание двух текстов программ и получение третьей версии, тоже работоспособной, поэтому здесь не все так просто. Кодеком так, кстати, это сложность кода, который мы используем. Желательно использовать не только переменные функции, какие-то там пять типов, условный оператор и так далее, а использовать как можно больше фич самого языка, насколько я смогу как программист реализовать. Нужно будет усложнить мир, нужно будет добавить время года, там какие-то, например, к воду, день-ночь, там температуру можно менять и так далее, чтобы environment был достаточно сложный, интерактивный. Social behavior – это возможность общаться между собой. Примитив уже для этого есть, нужно просто добавить эту возможность, передавать. На самом деле там просто массивы данных передаются между организмами, таким образом они будут общаться, из этого может развиться какое-то сложное общение. Например, охота совместная. И world interaction – это взаимодействие с миром. То есть, например, там, зашел в воду, там, умер, там, или упал в яму, или что-нибудь в том роли. Team. То есть, всем, кому интересно заниматься такими штуками, заниматься таким ресерчем, исследованиями, и всем, что из этого выйдет, можете сделать скриншот этого слайда. Вот, здесь есть все мои данные, то есть, у меня есть блог, это первый, на WordPress есть GitHub, где выложены все исходники, вы можете использовать на основе этих исходников, сделать какой-то свой проект. Я есть на Facebook, правда, тут немножко ошибочка. Тут другой. У меня есть YouTube channel, где я выкладываю видео по этой теме. Точно так же вы можете туда зайти, посмотреть. И есть Twitter, где я пишу новости по этому проекту, там, про чего мы достигли, какие результаты выложили и так далее. О, так что, если вам интересно, присоединяйтесь к этому, буду только рад. Окей, и... Так, что-то я не то здесь написал. Молчат. Окей. А какой конечный результат этого проекта? Что в итоге хочется иметь? Ну, там был слайд с Goals в самом начале. В конечном итоге хочется иметь несколько вещей. Первое, это создать комьюнити вокруг этого вопроса. И вокруг проекта точно так же увеличить количество текущего тема. И вот как раз Simple A Creation. Это самый, наверное, основной Goal. То есть хочется посмотреть, насколько далеко такая система сможет зайти. Потому что те результаты, которые были получены там в 96-м году и так далее. И на самом деле тема не новая. С 60-го года ее изучают, как минимум теоретически. Потому что в 60-х годах все-таки суперкомпьютеров по факту не было. В 90-х к ней возвращались. И последняя публикация я видел в 2004 году от Джона Козы. Он как раз занимался evolutionary programming. Он был основателем, он сам основатель на такое направление. Он как раз использовал развитие компьютерных программ. То есть они там на Лиспе это делали. Но вот именно такого проекта, если честно, я не нашел в интернете. Я нашел очень похожий. Называется Авида. Это парни из Чикагского университета. В Штатах они... У них там ассемблер. То есть они развивают программы на ассемблере. Но это, как по мне, очень долгий эволюционный путь. Потому что ассемблер все-таки очень низкоуровневый язык. И из него, ну, что-то такое большое, действительно и сложное. Наверное, ну, оно и получится, но оно и долго будет. Поэтому мой ответ, что получить вот настолько сложный Artificial Tangents, насколько получится. Один из вариантов интересный был, который я думал, можно будет на Артуина сделать маленького робота, в который можно будет залить такую программу, он будет себя вести так же, как ведет себя внутри компьютера. Но на самом деле, результатов можно придумать много. Для меня лично было интересно посмотреть вообще, оно вообще будет оно работать или нет. Будут они усложняться, развиваться или нет. Как казалось, будут. Поэтому следующий шаг, это сделать распределенную систему и запустить как бы уже на совсем с другой скоростью и посмотреть, что там дальше. Всегда интересно, что там дальше. Вот так. Дим, а ты планируешь в Cloud куда-то переносить эту штуку, чтобы там масштабируемый сбываться, чтобы можно было недорого увеличивать мощность? Не, ну да, как бы, собственно, ну конечно. То есть я заинтересован в том, чтобы как можно больше было компьютеров. То есть вот тот модуль, который, собственно, занимается распределением. Ну вот тут как раз бы было хорошо иметь специалиста по Cloud, действительно, что я не являюсь таким специалистом. Я как бы могу написать там системный код, но вот распределенные системы, это как бы не мой профиль, скажем так. И мне бы было даже интересно пообщаться с людьми, которые в этом шарят. Чтобы они подсказали, в принципе, как это можно делать. Потому что сейчас я как раз занимаюсь тем, что пишу ту часть программы, которая... То есть, грубо говоря, мы запускаем в сети инстанс, еще один, он подключается к существующей сетке инстансов, и у тебя карта чуть увеличивается. Вот. Таким образом, у тебя вот эти все инстансы в совокупности, они просто обрабатывают огромную карту. и вот эти организмы, они плюс-минус распределяются по этой карте, и, соответственно, у нас нагрузка распределяется по этим всем процессорам. Вот. И мы тогда можем... В общем, вся система работает чуть-чуть быстрее, чем больше мы процессоров имеем внутри такой системы. Вот и все. Вот. А будет ли это работать там на Амазоне или на еще каких-то похожих системах, это вопрос открытый. Пока не знаю. Пока не знаю. Я сейчас занят просто выпуском версии 02 и там все еще другие приютят. Но это можно увидеть на гитхабе там. Я трекаю все на гитхабе. Вот таки. Еще вопросы? Тебе кто-то помогает? Ты там за Тиму говоришь уже есть какой-то набор людей? Да, есть двое людей на самом деле. С тобой или... Да, нет, нет, это я еще один мой знакомый. Вот. Просто я, я, грубо говоря, еще и не набирал Тиму, потому что я хотел, ну, я хотел написать какую-то более-менее рабочую версию и уже показывать народу. В частности, вот в Киеве я выступал. Вот. Там народ заинтересовался. Посмотрим, как бы, одно дело сказать, что все круто, а другое дело сейчас стать в проекте. Вот. Потому что я все понимаю. Да. То есть я заинтересован в том, чтобы Тима увеличивалась, в том, чтобы люди писали, ну, контрибьютались в проект, писали там свои модули, если им интересно, там предлагали свои идеи. То есть я за полный open source в этом вопросе. Так что я открыт для предложения. А как там меняется код? А у меня что ты? О! Да, да, вы что ты, Андрей? Всем спасибо тогда. Пытания такие, а как там код меняется? Я там не бачил, что там были какие-то операторы. Алло. 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 Да, еще. Димс, Димс спросил Андрей, как меняется там код? Там есть код этих операторов, да, это же не е, там оно по рандому не меняется. Я, походу, никого не слышу. Подожди, секунду. По рандомных букв. О, sorry, sorry. Я ничего не слышал, sorry. Что ты мне? Да, да, да. питание в том а там я бы операторы кикируют и бы поведенку ци штуки и ци операторы на я рандом не то есть какие-то смысле не операторы конечно не меняется в процессе мутации не по рандому меняется чести люди напишите окону бывает и меня здесь вообще человек не участвует в этом всем смотри вот жилки операции вот вот здесь красный кружочек видишь я взял пока конечный конечный набор но если если глубже нырять в техническую часть то есть abstract syntax 3 у этого кода то есть есть его текстовое представление есть его а и ст есть его уже машинный код который выполняется я работаю с вот этим абстрактным деревом и я в это дерево выбираю случайную ветку грубо говоря я из вот этих предустановленных вариантов которые я поддерживаю я суппорта то есть я и вот этот список я буду увеличивать на текущий момент я выбрал такие базовые элементы тут как раз переменные функции там condition и так далее вот и организм когда происходит мутация вот 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 например вот здесь кусочек кода да и там я хочу смутировать что это означает вверх я убираю тип мутации это добавить добавить ген удалить какой-то ген или модифицировать текущий кин данном случае ген это как раз один из например одна переменная local war там с типом int 8 равно 81 вот это вот как беги для этого организма вот я например убираю тип мутации например удалить удалить элемент выбираю случайно позицию ну например там ну вот вот это вот war 131 да и удаляю эту строку вот так происходит если там добавляю точно также выбираю позицию случайным образом вставляю туда какой-то код если модификация то там уже чуть сложнее там я уже смотрю что конкретно я могу модифицировать там убираю какой-то строкой и без нарушения синтаксиса вот это тоже интересный вопрос то есть я должен вносить мутации без нарушения синтаксиса настолько насколько это возможно потому что на самом деле ошибок там много и там даже в коде вы видели ошибки там если ты одной мутации удаляешь объявление переменная в коде и используешь то такой организм уже наполовину наполовину рабочий но с другой стороны это может не мешать ему быть топовым например как показывает практика такие есть вот и все таким образом происходит мутации из предопределенного набора но дело в том что комбинация их как и в любом языке программирования ты же можешь там используя там переменные функции циклы ты можешь там написать там миллион разных программ здесь здесь как бы принцип такой же а я насчет цикла чем-то мультипо 20 тысячи силу было бы 20 миллионов а вот вот конкретно здесь да если ты там берешь там 20 703 ну это нас на речь где эта переменная используется на самом деле есть плюс-минус логические ограничения конечно конечно если там он уже жрать будет там выставить себе максимальное число там какой-то in 64 да и будет выжирать там с первого охвата в общем там есть ограничения в частности я использую int 8 вот здесь вот 161 переменная в частности то есть больше чем int 8 я например откусывать не могу у меня есть набор небольших ограничений когда я формирую эти мутации потому что они все-таки должны быть вот и там на самом деле и код который генерируется он то есть классический вот abstract syntax 3 это дерево причем дерево такое очень 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 огромным количеством веток вложенных веток так далее листика там конца и так далее вот у меня это дерево с конечным числом вложенностей потому что навигация по дереву это быстрая навигация по дереву в данном случае это не тривиальная задача и тоже нетривиальная она тривиальная но вот навигация по дереву занимает время а здесь время невероятно критично в этих системах поэтому у меня есть специальная мета информация у меня плюс-минус линейный код есть функции есть циклы есть условные операторы но но не глубже то есть например мы не можем иметь там двойной цикл если грубо сказать мы можем иметь только одинарный и после него можем иметь 2 либо мы можем например иметь функцию в которой цикл и ее вызывать цикл так можно то есть некие ограничения в самой сформирование кода вот вот и так выбирается случайная строка есть мета информация там по сути там массив строк если очень грубо сказать таким образом я быстро навигацию по этому дереву прайсу это уже совсем технические детали это можно отдельно поговорить аж по цей джуре цикаго питания вона наскільки она реально швидше робить бы я так колесо не сильно было понятно и что на питоне там на нумпай на приклад написать что не получится то самое вот люди там кого пробовали то у них при их них бенчмарках получалось и на наши результаты даже давай давай так сделаем там по-моему была такая красивая картинка сейчас она вот здесь вот вот здесь вот вот есть джулия видишь вот этот вот полосочка это сишка то есть это они берут за единицу то есть они считают что 10 0 это скорость и вот здесь другие языки есть здесь фатран гау джо скрит python вот кстати пальцы вот видишь что у пайта на распределение чуть чуть выше то есть он чуть чуть медленнее чем жулия она практически сидит на этой единице чуть-чуть выше и вот так что все языки но они они здесь много математических языков использует плюс это старая картинка так вот года ну лично я эти сразу скажу что не мерил я посмотрел бич марки которые другие люди описывали потому что время занимает вот то выглядит так что да ну она очень быстрая но пойта на на точно обгоняет потому что где здесь пойтан правда 276 я так понимаю что он уже давно не 276 джессиси до 482 хочешь пойти кто знает уже третий точно есть 3 и 5 но если таки речи писать как на нумбай напевно нужно писать на нумбе на чьому-то такому вот и на чистом питоне и там будет сразу разница раз в 100 может и в 1000 вот поэтому эти бенчмарки ну как бы практически переезжать из пайта на на джулево набагато сложнее чем подключить нумбай да то есть если уже идти на такие жертвы то как правило получается простейше в межах питомца таки зарубить ну короче питание было в том учить было спробы самостоятельно то раху а самостоятельно я не считал я я поверил блогерам и плюс мне было интересно изучить что-то совсем новое потому что с этим языком вообще не было никакой экспириенса до этого а он похож на си плюс плюс частности который у меня был был опыт поэтому пал на него мой взор если вопросов нет всем спасибо если что пишите меня я есть в фейсбуке есть везде все спасибо